170 лет исполняется со дня рождения русского этнографа, биолога и путешественника Николая Николаевича Миклуха Маклая. За свою жизнь знаменитый исследователь побывал на берегах Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании и по своим наблюдениям издал порядка 160 научных трудов. Большой вклад внес в изучение коренных народов. В 1871 году на борту корвета «Витязь» Миклуха Маклай прибыл в Новую Гвинею и встретил племя папуасов. Исследователь сумел найти с ними общий язык и со временем стал пользоваться большим уважением среди аборигенов. В честь знаковой даты русское географическое общество открыло экспозицию, посвященную жизни и деятельности Миклуха Маклая. Выставочный зал выполнен в виде хижины, стены деревянные, крыши из пальмовых листьев. Именно в таком жилище и жил Николай Николаевич, изучая племена папуасов. Среди экспонатов – корабельный штурвал, предметы быта аборигенов, планшеты, записки и дневники, принадлежавшие самому Миклуха Маклаю. Коллекция отлично сохранилась потомками знаменитого русского ученого. У нас появилась возможность создать такую выставку, и в ее основу были положены экспонаты и материалы, которые нам передали в дар потомки Миклуха Маклая. Они собирались в Севастополе заниматься такой серьезной музейной деятельностью, но в силу сложившихся обстоятельств они решили эту выставку передать Русскому географическому обществу. Выставка проходит при активной поддержке благотворительного фонда Корсунь. В июне представители Севастопольского отделения Русского географического общества обратились в организацию с просьбой оказать помощь в обустройстве экспозиции. Руководство фонда Корсунь данную идею поддержало. В рамках действующей благотворительной программы культуры и спорт предусмотрены мероприятия, направленные на оказание содействия духовному и равственному развитию севастопольцев. Таким образом было принято положительное решение об оказании благотворительной помощи. Здесь каждый экспонат это уникальный и для того, чтобы прочувствовать это, понять эту выставку, надо просто прийти и посетить ее с экскурсией. Выставка будет работать до 10 сентября, вход свободный. В дальнейшем планируется создать кружок юного исследователя, чтобы дети изучали жизнь и деятельность Микуха Маклая не только по учебникам географии. Арсений Ковалевский, Александр Тимофеев, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя.